Многие заранее знали о приезде основателя партии «Яблоко» в Рязань и пришли на встречу с Григорием Явлинским со своими вопросами. На все из них кандидат в президенты старался ответить. Меня больше всего интересовал механизм возвращения нашего законодательства к конституционным ценностям, которые у нас прописаны в Конституции 1993 года. Я услышала, что он ставит себе такую задачу, это раз. Во-вторых, что это большая сложная работа, которая требует и усилий дополнительных, и привлечения большого количества специалистов и прочее. Но лично для меня самое главное, что он это понимает и он такую задачу под собой ставит. Вы только посмотрите на цифры. Потратили на войну в Сирии за почти два года, за полтора года, 100 миллиардов рублей. Вот собираясь к вам в Рязань, мы прикинули, что это означает для Рязани. Для Рязани это означает, что при том бюджете, который сейчас у Рязани, это 12 лет жизни. Капитальный ремонт всех жилых домов в Рязани, 44 миллиарда. Ремонт всех дорог в городе Рязани, 5,5 миллиарда. Это только капитальный ремонт всех домов и ремонт дорог. Вместе всего лишь 50 миллиардов, половина. Исходя из расчетов Явлинского, на эти же деньги можно повысить на 30% зарплату учителям, врачам и медсестрам в Рязанской области. Кандидат в президенты считает, что следующим этапом в развитии страны должно быть установление мира с Украиной, налаживание отношений с мировым сообществом и отмена санкций против России. В результате которых страна теряет большие деньги. Одновременно с решением международных задач, по мнению Григория Явлинского, нужно обеспечить комфорт и безопасную жизнь гражданам нашей страны. В частности, обеспечить людей собственностью. Несколько лет назад его партия разработала программу по выделению всем желающим земли для строительства домов на площади от 30 до 40 соток. Программа называется «Дома, земля, дороги». Потому что нужно дать землю. Государство на себя берет дорогу, инфраструктуру и дает беспроцентный кредит на 50 лет, чтобы человек строил свой дом. Мы же самая большая страна в мире. По сведениям звучащих из уст президента, 43 миллиона гектаров свободных. Ну так почему мы это ничего не делаем? Вторая тема – это открыть личные счета. По мнению Григория Явлинского, личные счета, на которые будут идти доходы от добычи и экспорта нефти и газа, необходимо открыть для пенсионеров, новорожденных и студентов, чтобы у людей была опора и уверенность в завтрашнем дне. В этот день были затронуты и вопросы ЖКХ, а также сельского хозяйства. Нужно решать вопросы с лекарствами, нужно решать вопросы с дорогами, чтобы не было проблем с ДТП. Почему такой город, который является корневым городом для России, как Рязань, должен быть на каком-то там 60-м месте? Вы находитесь в двух часах езды от Москвы. Колоссальный интеллектуальный потенциал. Серьезные машиностроительные, оборонные предприятия. И почему город должен быть, и область должна быть на 60-х местах? А вот почему. Потому что деньги тратятся совершенно не туда. А на встрече с рязанскими общественниками, которые защищают исторические здания и зеленые зоны города, Явлинский выразил готовность помогать им всеми имеющимися у политика способами. Активисты рассказали кандидату в президенты, что Рязань теряет свой уникальный исторический облик. Парки и сквер уничтожаются под застройку. В обсуждении также затронули Рязанский Кремль, который, как отметили активисты, может потеряться на фоне многоэтажных домов. И есенинские места, которым по-прежнему угрожает застройка.